Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы обсудить очень важные проблемы в сфере экономики и попытаться все-таки добиться, чтобы у нас был разрыв между политикой и экономикой. Потому что политические факторы очень сильно влияют и в этой связи для начала нашего обсуждения и перед тем, как передать микрофон нашим уважаемым спикерам, хотел бы поделиться одной информацией. Как вы знаете, недавно у нас была миссия МВФ в Кыргызстане с очень интересным, не доклад, но первый блиц. Это оценки, мнения. И глава делегации, он очень интересно сказал. Во-первых, он обрисовал коротко ситуацию по 2016 году и отметив, что темп восстановления экономики из-за каких-то ударов уже международной экономики восстанавливается очень медленно, и динамика восстановления пришлась всего лишь на конец года в составе 3,8%. Но меня больше всего заинтересовала его ремарка, касающаяся предупреждения того, чтобы давление на бюджет не возросло из-за предстоящих выборов. Каким образом расходы увеличиваются, как они связаны с выборами, это очень интересная тема. Мы обязательно попросим ответить на этот вопрос Яхев. Сегодня мы собрались говорить о долгосрочных, ну чуть-чуть среднесрочных, но в основном долгосрочных перспективах развития экономики. Мы прошли очень интересный этап в последних 25 лет после независимости. Экономика у нас особенно, скажем так, до 2008-2009 года росла бурными темпами, она больше, чем удвоилась по размеру. Бедность, что самое главное, у нас упала очень резко, было больше 80%, до сейчас где-то ниже 30%, были хорошие достижения были сделаны за последние 20 лет. Этому способствовало очень много факторов. И вот как раз вот эти факторы, которые помогли нам это все достигать, они себя в какой-то мере начинают исчерпать, они начинают просто выглядеть усталыми. Их надо вот на следующий период, на следующие 20 лет, и как бы активизировать, и найти новых факторов просто. И как раз вот эта общая тема, она волнует всех, которые об этом сейчас думают, и внутри страны, и в руководстве страны, и у международных партнеров, и на уровне Евразийского союза, и в отношениях с Европейским союзом, который представил Кыргызстану вот этой преференции торговой. И, короче, все об этом думают. У нас наверняка возникнут на этот счет разные рецепты, разные взгляды. Где-то мы будем встречаться, где-то мы будем... И об этом я хотел сегодня с Азаматом как раз поговорить. Какое влияние вот эти большие глобальные макроэкономические показатели вообще влияют на реальную жизнь, на рядового человека, на качество его жизни и перспективы улучшения своего состояния? Я, во-первых, хотел поговорить вообще об индексах. Индексы – это, надо понимать, что это некоторая сопоставимая картина во многих странах мира. То есть это не абсолютный показатель. То есть это означает, что по отношению к другим странам, по сопоставимым характеристикам у нас было улучшение. Степени свободы, комфорта, режима инвестиционного – это некоторые, так скажем, степень... Вот чем хуже режим, тем выше издержки. Чем лучше режим, тем меньше издержек для инвестора, для действия в этой экономике. Я думаю, что то же самое и для простого гражданина. Это ощущения должны быть такие. То есть чем экономика свободнее, чем она более, так скажем, конкурентоспособнее, тем меньше издержек простой гражданин и простой бизнес могут на себе ощущать. Но я бы не зацикливался бы на этих индексах, поскольку для Крымстана в долгосрочной перспективе надо решать вопрос первых двух составляющих. Это вопрос масштабов рынка и вопросов добавленной стоимости в экономике. То есть каким образом нужно обеспечить рынок, каким образом нужно обеспечить высокую добавленную стоимость в экономике и каким образом минимизировать все издержки, которые имеются по разным причинам. Политическим, управленческим и так далее. Вернемся к этой интересной теме, которую вы затронули. Про рынки и нишевом положении Кыргызстана в них. А перед этим хотелось бы, Яхи, чтобы вы поподробнее рассказали. Мне понравился момент в вашем первом выступлении, когда вы говорили о том, что за 20 лет Кыргызстану много чего удалось, есть какие-то позитивные результаты. Но вы сказали, что, к сожалению, факторы, обеспечивающие улучшение и рост, они уже ослабели. Мне вот очень интересно, какие это были факторы, и если они ослабели, какую мы можем сейчас найти альтернативу им для дальнейшего движения вперед? Факторы, которые ведут к росту в определенном уровне на труд, капитал и производительность. Фактор труда у нас, как начались перемены, как начался переход из советской экономики в рыночную экономику, у нас была солидная рабочая сила, молодая, динамичная, с относительно хорошим уровнем образования. Низкий уровень дохода сделали из этой рабочей силы очень хорошим фактором и для отраслей услуг в Кыргызской республике Самурии, и для миграционного труда на рынке труда в России, в основном и, в меньшей мере, наверное, в Казахстане. И вот как раз это один из самых динамичных, самых главных факторов, которые привели к этим результатам, о которых я говорил раньше. Трудовая миграция, которая позволила создавать хороший поток денежных переводов, которые, в свою очередь, сильно понизили бедность, сильно понизили неравенство или удержали уровень неравенства в обществе, потому что они автоматически идут к самым бедным хозяйствам. Доходы от трудовых мигрантов, они впитывали употребление домашних хозяйств, они впитывали тоже инвестиции частных лиц. И создавали спрос на производство и здесь, и услуг, и производство. И все эти факторы, можно сказать, сегодня у них есть, некоторые из них доходят до природного лимита своего. Я думаю, число трудовых мигрантов, по-моему, доходит, по-нашему, доходит до какого-то определенного природного лимита. У нас с 2008-2009 года число мигрантов не растет. Вот, может быть, доходы от них падают, поднимаются, но число, абсолютное число этих мигрантов не растет. Был другой момент, о котором я не упомнил, а это эмиграция из деревни в город, которая тоже помогла поднимать определенную производительность, снизила бедность в деревне, хотя она чуть-чуть повысилась в городе, но, тем не менее, это тоже момент, которого уже как бы не использую. По вопросам капитала мы доходим тоже до лимита того, сколько мы можем на самом деле брать в кредит, чтобы поступить. Да, еще можем брать в кредит и построить, но уже мы находимся в месте, где уже менее удобно. Это становится менее удобным, у нас менее уверенность в том, что мы можем на самом деле больше всего на себя. Уже какой-то красный черный смен. Ну, мы им подходим, то есть уже как бы так свободно просто брать в кредит и строить надо более осторожнее. В смысле продуктивности, да, есть динамический частный сектор, есть динамизм, есть открытость, но есть проблемы. Есть проблемы в характере рынка. Главный момент, я бы хотел здесь остановиться, пример, не момент, а пример, это энергетический сектор. Здесь у нас очевидные шероховатости, очевидные ограничения нервничного характера, которые не позволяют этому сектору расти как двигатель экономики. И более того, они из него делают основной источник издержек. Государство сильно субсидирует этот сектор, продолжает субсидировать этот сектор, и это не можно удержать. Я говорю в основном об уровне тарифов, я говорю в основном о уровне затрат в этом секторе. Это не позволяет инвесторам сюда приходить. И даже государство, если оно может, конечно, продолжать заниматься в долг, и само государство, само внести эти инвестиции, но это тупик. Это проблемы энергетического сектора этим не решишь. И вот как раз в этих трех сферах, вот какие у нас ограничения, и, конечно, над этими ограничениями мы хотим строить свою работу в смысле стратегического планирования. Вот расскажите мне, да, как специалисты вот в экономике, да, вот в каком-то стратегическом планировании, вообще вот как Кыргызстан может разбогатеть в этом плане? Как вообще это происходит? Вот может быть по какой-то такой велиментарной схеме? Давайте тогда начну со следующего. Ну, во-первых, надо понимать специфику страны. У нас Кыргызстан 93% – это горы. Из 93% – 50% – оно не подлежит для традиционного ведения хозяйства. Это горы. То есть фактически для большинства видов экономической активности приемлемо там, ну, от 7, может быть, до 20% всей территории Кыргызстана. Это раз. Во-вторых, рынок Кыргызстана, он сам по себе очень маленький, как по емкости, так и по покупательной способности. В-третьих, Кыргызстан в результате реформ за 25 лет – это максимально открытая экономика. То есть если сравнивать с экономиками других стран, то по большинству характеристик мы являемся самой открытой экономикой. То есть мы тогда должны решать вопрос наращивания экономического потенциала через высокую добавленную стоимость, через создание высокой маржи на территории Кыргызстана. Высокая стоимость и маржа, она появляется только в том случае, когда есть уникальный товар – это первый случай, либо второе, когда есть некоторая высокая технология, которая приводит к появлению этого уникального товара. Поэтому, если говорить в моем понимании о модели, на которую должен ориентироваться Кыргызстан в долгосрочной перспективе, это создание высокосекторов с высокой добавленной стоимостью. И мы не должны ограничиваться только экспортом натурального сырья, это будет сельхозпродукция, драгоценные металлы и так далее. То есть нужно создавать условия для глубокой переработки тех же сельхозпродукций. У нас есть надежда на динамичные скорые реформы? И что может послужить спусковым крючком, для того, чтобы они все-таки наконец активизировались? Есть несколько оценок наших соседей, особенно это касалось, по-моему, двухлетняя оценка назад была, когда и Россия, и Казахстан признали, что наша экономика более адаптирована к изменениям. Когда им задали вопрос, а почему, доля малого и среднего бизнеса в экономике, допустим, России и Казахстана, если я не ошибаюсь, близка к 20%, в Кыргызстане доля малого и среднего бизнеса близка к 40%. Можно спорить плохо, это и хорошо, но, на мой взгляд, это показывает о большей гибкости нашей экономики, и, так скажем, маневренности, возможности адаптироваться, привлекать сюда технологии. Если говорить о спусковом крючке, я вернусь к самой главной идее, что я считаю, что это люди. Это инвестиции в люди, это повышение производительности людей, это повышение общего рынка, так скажем, качества рынка труда в Кыргызстане. Вот, может быть, чуть-чуть отойду от темы, когда мы говорим об образовании, что образование может стать ключевым сектором. Надо признать сегодня действительно, и оценки МВФ, они совершенно справедливы, что мы справедливо и много выделяем средств на образование, но мы достигли также некоторого предела. И сегодня, даже на примере сферы образования, нужно подумать о том, что в этот сектор надо привлекать уже частные инвестиции. Если государство достигло некоторого предела, а есть потребности большего инвестирования, то надо искать альтернативные возможности. А в моем понимании это открытие некоторых, ну, опять-таки, возможностей для привлечения частного капитала в систему образования. А привлечение частного капитала, оно позволит не только решить вопрос финансовых вещей, а с капиталом приходят и технологии, навыки, новые идеи, новые возможности. Это открытие новых рынков. Я предлагаю, вернее, моя основная идея, это все-таки ключевым, спусковым крючком, это будут люди. Люди, инвестирование в людей, это повышение навыков, профессиональных, трудовых, интеллектуальных и всех видов человеческого капитала. Результаты, где можно самые быстрые получить, это как раз снятие препятствий перед предпринимательством, потому что у нас есть динамичный, активный предпринимательский класс, люди прекрасные, очень много хороших кофейней с хорошим кофе в городе. Надо с их пути снять препятствия. Вот как раз наши коллеги в Овцемирном банке делают, составляют очень полезный, по-моему, индекс, как делать бизнес. Он интуитивно отражает проблемы, которые мы здесь видим. Здесь Кыргызстан находится на очень неблагоприятном месте, когда вопрос идет о том, как платить налоги, как легко платить налоги, и какие препятствия стоят перед тем, чтобы человек мог платить налоги. Причем, с другой стороны, у нас сбор налогов отстает. В момент, в который я бы не сказал, что это легко. Это тяжелая работа. Я тут бы тоже добавил слово в защиту наших коллег. В исполнительной власти, они стоят перед невозможными заданиями, всегда противоречащие себя. И не всегда легко сделать правильное решение. А вопрос, которым вы затрагивали, как трудно получить доступ к электросети. Это просто реальность. Это уже за отсутствие лучшего слова. Это просто безобразно. То, что сейчас, у нас в 2017 году, все равно надо что-то сделать, чтобы подключиться к электроэнергии. Что-то, может быть, не совсем законное. Вот такие препятствия надо снять, можно снять. Более сложный, конечно, вопрос о продавлении. Когда тебе партнер по бизнесу нарушает контракт, и если ты можешь получить правосудие в суде. Это уже более громоздкие, более долгосрочные решения для этого. Но все это знают, все это сознают и так далее. Другие вопросы, составляющие этот человек. Мозги, капитал, образование. Это долгосрочная работа. Но привлекательность в том, что она может быть и с экономической стороны декоративной. То есть образовательный сектор не только как решение проблем, а именно как двигатель, как экономический двигатель. И, наконец, капитал, он придет, как такие мальчики или в другом виде, может быть, из ближих соседей. Они придут, когда препятствия уйдут. Пока у нас самый дешевый электротариф в мире, никто не будет инвестировать в нашу электротариф. Это просто невозможно. Вторая сторона, где электроэнергия дешевле, это Венесуэла. И вы сами, наверное, знаете, где они сейчас находятся. Считается, что, допустим, один гастарбайтер приносит в экономику Кыргызстана, ну, там я цифры точно не помню, приблизительно скажу, это 700 с чем-то долларов один. Значит, бизнесмен там тысяча с чем-то долларов, а айтишник, да, допустим, кто занимается айти-технологией, если бы он сидел в Кыргызстане, там, занимался программой, он бы приносил в экономику 10 тысяч долларов. Вот как вы к этому относитесь? Это правдивые цифры, или это просто как бы исследование такое, взятое с потолка? Ну, у меня нету этих цифр, я точно не знаю, но тут не только в количестве вопрос. Как я обозначил раньше, деньги от трудовых мигрантов, они идут в правильное место. Они идут в самое больное место. Они идут самым бедным хозяйством, самым бедным людям. Они резко снижают бедность. Они ставят под контролем вопроса неравенства. И они идут, потому что они идут бедным людям, они прогрессивны. То есть они позволяют бедным людям потратить больше, инвестировать больше. Люди, по статистике, которая у нас есть, с первого периода роста трудовых мигрантов, очень много из этих денег тратили на образование своих детей, на здравоохранение. Поэтому качество, куда деньги тратятся, тоже играет роль. Потому что если предприниматель делает больше денег, но этих денег, я не знаю, инвестирует куда-то, покупает роскошную продукцию или вообще прячет где-то... Проедание. Я знаю, здесь много говорят о том, что люди получают деньги, потом тратят их на то и так далее, что на это смотрят в негативном смысле. Мы, как экономисты, мы это не видим негативно. Мы видим рост потребления, мы видим рост спроса. Напротив этого спроса идет рост сектора услуг и так далее. Поэтому так просто не... Но вы правы в том моменте, и это тот же самый момент, на котором обозначил Азамат, что надо перейти на модель, где добавленная стоимость больше. Добавленная стоимость... Мы просто дошли до потолка того, что добавленная стоимость, которую мы можем создавать и для себя, и в России от трудовых мигрантов. Нам нужно уже найти что-то другое. Конечно, создавать инженеров, экономистов или бизнесменов и экспортировать их опять же в ту же Россию, наверное, нам невыгодно. Это будет, как бы, как сказать, утечка мозгов. Пока у нас идет утечка мышц, мы не хотим дойти до момента, когда у нас перейдем к утечке мозгов. Но нам надо создавать вот эти люди и создавать условия, чтобы эти люди у нас здесь находили работу и могли себя осуществлять. Тарифы пока не будут подняты на электроэнергию, ни один инвестор не придет, да? Ну, здесь вопрос в том, что в Кыргызстане, если, допустим, тарифы электроэнергию поднимут, не надо никакой оппозиции, сразу будет революция. И потому что у нас есть регионы, такие как Нарын, Баткен, где очень холодно, и повышение тарифов, она приводит к такому ситуации, что, ну, это не нужно никаких политических событий. Как это можно сделать? И, может быть, это какое-то исключение должно быть для Кыргызстана? Во-первых, работа по созданию среднесрочных графиков повышения тарифов проводилась правительством Кыргызстанской республики. Правительство само знает, что нужно эти тарифы медленно и правомерно повышать. И вместе с тем, когда они повышаются, работать на компенсации тех пострадавших домашних хозяйств, в том числе в высокогорных районах. Эти два вопроса можно решать одновременно. Тут нет такой ситуации, что просто никто не советовал и никто не задумался в этом правительстве, хотя бы, просто так повышать тарифы. Проводилось огромное количество работы и правительством, и партнерам правительства в измерении социальных последствий повышения тарифов. На сегодняшний день доля расходов на электроэнергию в домашних хозяйствах Кыргызстан очень низким, очень низким по сравнению с региональным, на региональном уровне в регионе и в мире, где-то 6-8 процентов. Это очень маленький уровень расходов на электроэнергию. Повышение тарифов на 10 процентов, 20 процентов не будет иметь столь болезненный эффект на хозяйство, сколько это было бы, если бы расходы на электроэнергию были выше 10 процентов. И тем не менее, нужно всегда компенсировать тех, кто пострадает, особенно бедных слоев населения. Никто не говорит о том, что... Сейчас ситуация такая, что когда тарифы так низки, это субсидия богатым людям. Это субсидия тем, кто использует больше энергии. Она приводит к тому, что люди используют больше энергии, чем должны. Расходы на электроэнергию на домашнее хозяйство в Кыргызстане больше, чем в Германии. Это... То есть тут идет растрата, тут идет использование электроэнергии не по назначению. Люди используют ее там чуть ли не чтобы теплицы и тогда. Это польза идет больше всего богатым семьям. Не бизнесменам. Нет, просто людям, у которых есть побольше квартиры, побольше дома и так далее. Поэтому оно не прогрессивно. То, что сказать, что мы удерживаем низкие тарифы, чтобы защищать нищих славянных населений, это не совсем соответствует результатам этого. Я... Мы полностью понимаем, как это сложно решать, как это трудно с этим. Нам проще, как экономистов, на это смотреть и сказать, повышать электроэнергии, мы видим политические ресурсы. Но решение есть. Оно не... Вопрос не является нерешаемым. Шаги первые были предприняты в повышении электроэнергии. И нужно этот процесс продолжать с учетом того, чтобы компенсировать. Даже если 100% экономики от повышения тарифов пойдет на компенсации семьи, все равно будет экономическая отдача от этого. Я думаю, мы всегда вот будем как бы проводить время за вот такими нескончаемыми спорами, почему мы так живем. Пока у нас люди на местах не научатся зарабатывать сами, а центральная власть не научится создавать для них понятные, прозрачные и неменяемые стабильные законы. И в этом случае, конечно, вот та тема, тот вопрос, который мы сегодня поставили, экономическое будущее Кыргызстана, можно не сомневаться, оно, конечно, будет безоблачным и прекрасным. Спасибо вам, вам тоже спасибо, дорогие гости. До новых встреч.